Привет! Блогеры-хайпажоры сказали бы, что россиянам к***, ну то есть полная к***, и что важно, они это понимают. Но мы тут таким не занимаемся, мы тут скромно называем вещи своими именами. Но по большому-то счету, после опубликования информации о передаче Украине F-16, там на болотах стоит сумрак и грусть. Они, ну, объективно в шоке. Вот если все суммировать, то ощущение, что расистам просто нечего сказать. И возьмем, например, студию Скобеева, он же Попов. Ну, стоят там четыре дебилера, которые реально несут пургу. И все время это происходит под кадры демонстрации новых украинских боевых самолетов. Зеленский на фоне F-16, Нидерланды, Дания, другие страны, они реально грустят. И чувствуется, вот чувствуется, что они молят о переговорах. Ну, а чё? Ничего больше нельзя делать-то. F-16, все приходит на потоке. Американцы поставили крест на всех этих наших мирных инициативах. Ничего, а шо? Там ничего, а шо? Шо? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Да, называем здесь вещи своими именами. Значит, Пурга достигла межгосударственного или планетарного уровня. Нужно понимать, что сегодня весь мир это специальная военная операция. Вот она все элементы третьей мировой войны, которые сегодня, они выходят на первый план. Я уже не говорю про персидскую проблему, про угрозы в Арктике, да? Сбройные силы Украины идут вперед, и они их от глобальных размышлений про Арктику вернут к Работино. Именно там сейчас умирают российские солдаты. Массово работают все возможные системы поражения. Никто не экономит на кассетных боеприпасах. Мы намерены уничтожить всех российских оккупантов. Ну, в общем, все, как я говорил в рамках нашего проекта «Уйди или умри. Российский свинка-собачка Триколор». Ну, то есть, российский оккупант обыкновенный. В общем, рассказываю тут о том, что раз так, то мы будем использовать бетонно-бойные бомбы для того, чтобы уничтожать украинские аэродромы. Хочется сказать, а где вы были, нет, не 8 лет, а последние полтора года. Так, на секундочку. В общем, паника. Реально паника. А потом приходит полковник Ходоренок, и если суммировать его спич, заявляет следующее. Я же вас предупреждал, не лезьте в Украину. Несколько слов о передаче многофункциональных истребителей F-16 воздушным силам Украины. Процесс пошел, как говорил классик политической мысли в России. И, собственно говоря, вопрос только в сроках и в количестве теперь заключается. Цифра 42 машины, хотя она под большим вопросом, единственное, что она мне напоминает, так это штат советского истребительно-авиационного полка. Чтобы вы понимали, российские пропагандисты и телеграм-каналы, которые модерируются в России, но которые мимикрируют под украинские, они начали закидывать такой тезис, что 42 самолета, во-первых, их нет в Нидерландах, во-вторых, часть из них в кондиции не могут воевать, часть разобрана на запчасти и так далее. И вот тут вот Ходоренок, когда говорит о количестве, он почему-то совсем не фокусируется на тех возможностях, которые есть только у Нидерландов. И его можно понять. То есть три эскадрильи по 12 самолетов 36 и плюс 6 самолетов УБ. УБ это учебно-боевой, или его в просторечии иногда называют спаркой. Вот когда Зеленский осматривал Ф-16, вот это был как раз вариант УБ, то есть двухместная кабина, так-то самолет одноместный. Каждый российский гражданин, когда видит Зеленского в Ф-16, должен вспоминать его слова «День независимости», «Будем всех бомбить». Летаки летять, будем бомбить. Будем? А какие варианты? И вот подобная спарка, она очень важна, когда осуществляется подготовка пилотов. Ну, вывозные полеты, сзади обычно садится командир, впереди обучаемый и полетели. В данном случае курсант это президент Зеленский, а соответственно командир самолета премьер-министр Дании. Спасибо за самолеты. Но, как говорится, подарки к Дню независимости, они только начинаются. И на самом-то деле полковник Одаренок прямым текстом говорит о том, что это событие, которое меняет правила на поле боя. Game-changing weapon. Как-то так. Вот. Вообще-то вот аэродром, само по себе это дело сложное. Но это я рассказываю не для того, чтобы НАТО с этим вопросом не справилось. Да справится. Сегодня 42, завтра 142, послезавтра 242. И точно у Нидерландов такого количества самолетов нет. А у кого они есть? Ну, страна-то есть. И у одной страны так точно тысячи таких самолетов. Страна называется Соединенные Штаты. И очень многие считают, что американцы могут делать больше в части поставок оружия. Так, кстати, считает и Ллойд Остин. Всегда можно лучше. Как у нас некоторые говорят, ну это не палочка-выручалочка, да он не окажет влияние существенного на ход боевых действий. Да, окажет. И существенное окажет. Перевожу на русский язык. Нам к***. Что интересно, зная, что полковник Одаренок, он такой скептик в части этой войны. И один из немногих, кто перед полномасштабным вторжением выступил публично против, так его этот спич заперли в самый конец. Но он все равно успел всех размотать. Вот в чем все дело. И опять-таки, вот к этому делу надо относиться все-таки серьезно. Поскольку идет накопление какой-то определенной критической массы в плане поставок вооружений и военной техники Украине, рано или поздно может начаться и цепная реакция, когда вооружение окажется вполне достаточным, чтобы решать такие крупные оперативно-стратегические задачи. Имеется в виду, что количество перерастет в качество. Имеется в виду, что насыщая Украину современным дальнобойным высокоточным оружием, фронт дрогнет. И сейчас мы понемножечку забираем домой Работина, а дальше смотрим в наши натовские бинокли и видим Токмак, далее Мелитополь, далее Крым. Ну, в районе Краснодара просто наблюдаем за российскими фортификационными сооружениями и границу государственную не пересекаем. Почему? Ну, потому что Украина не Россия, нам чужого не надо. Хотя россияне должны сразу готовиться, готовиться к плану завершения этой войны. Их уже готовят, кстати. Где там еще один? Если Ходоренок это товарищ полковник, и есть у них эй полковник Коротченко. В консенсусное решение западных элит в ближайшие три года поддержка Украине будет оказываться в максимальных объемах. И не надо убаюкивать себя расчетами на то, что будет некий дипломатический путь. Не будет. Нам дипломатию генерал Милли включает в варианте фактические подписания мирного соглашения на условиях, которые неприемлемы для России. Это границы 91-го года, а также репарации, которые поколения россиян должны будут платить киевскому режиму. На основании чего делаются выводы о том, что придется платить компенсации, репарации и стоять на коленях и просить прощения. Никто Россию не простит. Вы варвары, враги, и это на поколение. На поколение. Запомните это. Но помимо подготовки пилотов, ведь еще что надо сделать в отношении передачи истребителей F-16 в Украине? Сам по себе аэродром это такое достаточно сложное хозяйство, и там есть такие три составные части. Первый это само авиационное подразделение, авиационный полк, истребительный авиационный полк. Потом есть там еще отдельный батальон аэродромно-технического обслуживания. На самом-то деле Ходоренок на мелкие куски разбивает главный российский нарратив. О том, что очень сложно обслуживать, о том, что мы не сможем подготовить технических специалистов. Он раскладывает работу боевого полка, соответственно, в месте его постоянного базирования. И делает потрясающий, потрясающий вывод. В отношении F-16 у нас вот как-то тиражируется несколько таких заблуждений, которых все-таки надо избегать. Иногда говорят, что он требует каких-то особенных взлетно-посадочных полос. Не требует. Это значит, что уже здесь и сейчас мы готовы принимать соответствующие самолеты. Где они будут размещены, НАТО разберется, заложные разберется. Вообще-то такие самолеты могут базироваться и в гражданских аэродромах, в аэропортах. Например, Жуляны. Кто-то скажет, в Киеве. Но здесь и самое мощное ПВО уже развернуто. Я не настаиваю. Есть Борисполь, есть Львов. Сразу предупреждаю, что пилоты стран НАТО, они не смогут пользоваться нашим дьюти-фри. Ну, потому что у нас военное положение. Есть еще исключительно военные полосы. Возможно, непредпочтительней. Факт в следующем. Нам есть где базировать F-16. Об этом говорит Ходоренок. И все смотрят на собравшихся в студии. И у них реально очень грустные лица. Я бы сказал. Самолет с достаточно коротким взлетом, дистанцией взлета, пробега. И любой аэродром первого класса для него вполне подойдет. На Украине таких больше, чем достаточно. Это, если я сейчас назову только по памяти, несколько ближайших. Там Староконстантинов, Стры, Озерное, Мукачево. Ну, так, что только что, как говорится, на ум пришло. На территории Украины десятки соответствующих полос, которые в состоянии стать домом для наших новых самолетов. Вы знаете, вот это вот дело с трезубцами, или с трезубом, если правильно сформулировать. Значит, оно имеет некое магическое влияние. Значит, как только Украина-мать на своем щите начала держать щит, соответственно, с трезубом, трезуб начинает распространяться на самолеты F-16. Это совпадение? Не думаю. Что касается использования аэродромов в Румынии и Польше, вот не думаю, что так будет на самом деле. Действительно, они могут перелететь на территорию Украины или с Польши, или с Румынии, может быть, даже с Турции, кто знает. Но базироваться, осуществлять боевые действия, они будут исключительно с территории Украины. Потому что, ну, НАТО не заинтересованы, чтобы вот таким образом втягиваться в вооруженный конфликт. Какие нам силы потребуются для уничтожения этой группировки? Сейчас будет самое интересное. Попов делает вид, что в России не обманывается. Есть какие-то еще варианты как-то паразит F-16. На аэродромах, в небе или где-то еще. Ребята, вы не смогли справиться с старыми, объективно, самолетами, которые на вооружении в Веськово-Поветрянных Сыл, которые сто раз модернизированы. У нас самый свежий самолет, ему уже за 30 лет, очень глубоко. Это все советская техника. Что-то нам передали наши друзья из Словакии, из Польши, из других стран, которые не афишируют или не акцентируют на этом внимание. Но факт остается фактом, что это все советская техника. И она, может быть, и неплохая, но она свое изжила. И вот эти вот разговоры о том, что, значит, самолеты будут базироваться на территории аэродромов стран НАТО, потому что они здесь в зоне поражения. Ну, слушайте, у нас тут страна вся в зоне поражения. Но мы же что делаем? Мы воюем, мы наступаем, и авиационная поддержка оказывается постоянно. Есть и вертолетчики, бам-бам-бам. Есть и Су-25, и Су-24, и МиГ-29, и Су-27. И всего оно летает, все оно наносит уражение российским оккупантам. Так что, что-то мне подсказывает, что с F-16 вообще все будет хорошо. А если учесть, что просто так самолеты никто не поставит на аэродром, который не прикрыт комплексом ПВО, значит, мой прогноз, как говорится, запомните эти слова. Значит, вместе с F-16 будет передан отдельный комплекс ПВО для прикрытия этого аэродрома, где бы он ни находился. Будь то Киев, Львов, Староконстантинов. Ну, или участок дороги, например, между Киевом и Черниговым, или между Киевом и Львовом. У нас, на самом-то деле, мест, откуда можно взлетать и бомбить, очень много. Это очень интересно, это очень круто. Мы идем за российскими нацистами. Давайте для начала скажем, какие преимущества получает украинская сторона, когда получает F-16. Во-первых, это носители. Это носители вот всех Штормшедоу, Скальп, Тауэрс. Тауэрс со дня на день появится, там не следует относиться к Германии, как будто они там колебания какие-то используют. Для публики испытывают. На самом деле, там, наверное, все уже решено. В первую очередь, это носители, поскольку с носителями у них плоховато, только несколько всего Су-24М, которые переоборудованы для носителей этих скальпов. А тут сразу появится несколько десятков носителей. Эти слова можно тоже перевести на русский язык, как «россияне». Вашей группировке, там же, кроме тех ракет, которые официально анонсированы и переданы Украине, Украине ракет много. Как много различных бомб, которые можно подвесить под F-16. И с этими боеприпасами действительно нет проблем. Потому что, ну, все НАТО десятилетиями их производило, и часть из них требует утилизации. Мы утилизируем их вместе с россиянами. Во-вторых, это будет средство борьбы с нашей авиацией, поскольку наверняка же они вместе с самолетами получат и весь комплект авиационных средств поражения. В первую очередь, ракеты «Амраам», «Воздух-воздух». И это вполне может создать большие проблемы для наших самолетов. Ну, в частности, того же самого применения планирующих авиационных бомб. А будет именно так. Никто не будет передавать самолет без ракет. Все прекрасно понимают технические возможности российской авиации, в том числе новейшей. Соответственно, и ракеты нам будут поставляться. Самые продвинутые, которые способны поражать российские истребители, не входя в их зону поражения. Что касается борьбы, то, конечно, самое радикальное – это вывод из строя аэродромной сети Украины. Но это легче сказать, чем сделать. Почему? Потому что, например, те же самыми крылатыми ракетами «Калибра» аэродром с существенным повреждением не подвергнет. Потому что там и боевая часть не совсем такая, какая надо. Самое лучшее, конечно, это бомбовый удар бетонобойными бомбами. Ходоренок жесток и безапелляционен. Он решил все мифы на российские разбить. Значит, «Калибрами» нет бетонобойные бомбы. Но звучит серьезно и даже немножечко страшно. Есть один нюанс. Как их доставить, эти бомбы? Ну как? Типа «Битап-500», которая бы там перевернула этот аэродром, что называется, с ног на голову. Но опять-таки у наших воздушно-космических сил, надо откровенно осознаться, нет такого полного господства в воздухе, чтобы посылать бомбардировщики и дальней авиации, к примеру, и фронтовой авиации для нанесения ударов вот именно в таком виде по этим аэродромам. Если бы у России была такая возможность, они бы уже сбрасывали это все на Киев. И не только Киев. Пока у них есть возможность использовать тактическую авиацию, соответственно, они используют ФАБы с этими комплексами планирования. И это реальная проблема для фронта. Эту проблему наши F-16 решат. Зайти вглубь территории Украины они не могут. Почему? Потому что мы их убьем. Они это знают, мы это знаем. Все об этом знают, но нацисты продолжают рассказывать о том, что они обязательно используют ядерную бомбу и бросят ее на аэродром. Но чтобы бросить даже ядерную бомбу, нужно долететь. А как мы только что выяснили, шансов нет. То есть задача-то, в общем-то, сложная. Что касается сбережения воздушными силами Украины и их самолетов, безусловно, при получении начнут им маневрировать, маскировать, перебрасывать их на оперативные аэродромы, чтобы они постоянно находились в движении и так далее. То есть задача поражения, в общем-то, достаточно сложная их будет. Которую предстоит решить. Так точно. Только никто не знает, как. Почему не знают? Потому что нет этого решения. Потому что у них нет возможности нас победить. Слава ЗСУ. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты, патреон. Украина была, есть и будет. До встречи.